С прежним покончено, и чтобы на имени Савл даже не зацикливались. Евреям произносить имя Павел было противно, а Савл, они его знали, его имя под подписи стояло на смертных приговорах, оно было все ему известно. Думаю, я так думаю, что это именно Дух Святой ему подсказал. И думаю, что не ошибаюсь. Без Духа Святого Павел говорит, я думаю, имею Духа Святого. С прежним было покончено, имя меняется, как в монашестве. Прежняя мирская жизнь уходит, ему сразу дается другое имя. Вот у всех другие имена, патриархи, которые... Вот у нас, вы знаете, Ифтихий, Ифтихий, а вы знаете его имя-то, хоть настоящее-то имя-то? Он в паспорте, это не Ифтихий. Иван Тимофеевич. А другой был тут Антони, а этот Иван Иванович. Два Вани. А тут уж сразу это Ювенали. А вот имя не менял Алексей, который был. Он был Алексей, патриарх-то. А он имя Алексея, ну назван там, допустим, Алексей Божий Человек. А он во имя Алексея Митрополита Московского. Вот меня патриархом когда избрали бы, я говорил, я в честь Игнатия Ростовского. Я бы взял дальше Игнатия, в честь Игнатия Богоносца. Но имя свое не стал менять бы. Ну тут в любом случае факты приводит Фефелар Болгарский. О том, что переименование было у апостолов, у других. И апостол Павел так же в этот ряд встал и все. Вот он называет, что... Что разве у всех переименовано было? Ну вот нет, не у всех, а вот, например, приводится здесь сыновья Зеведеева, нареченный Ван Эргез. Ну Андрей как переименован? Никак. Никак. Фома как? Он Близнец, это переводится Фома Близнец, это не переименование имени. Да по порядку всех возьми-то. У трех, у четырех переименовано. Есть такая версия, что ли, это есть фильм такой, Святой Петр. И вот там именно, когда Павел начал говорить о Христе, ему говорят, а ты какое право имеешь говорить о Христе? Ты же не был с апостолами. Ну, они якобы от себя там, от феи говорят, ты с нами не был. Какое право ты имеешь говорить? И прочее, и прочее. И он, чтобы как-то, ну, чтобы ему поверили, что он не возвышается над ними, он к ним приходит, и Петру-то говорят они, Саввел, Саввел. Он говорит, да я не Саввел, я теперь Павел. Павел, значит, ну, меньший, вроде как, ну, чтобы принизиться, чтобы, ну, чтобы его, как бы, ну, к тем не примазывали, к основным, одиннадцати апостолов, двенадцати апостолов. Ну, это одна из версий такая. И, и то же самое Петра, он когда заходил, вот, к Корнилию Сотнику, вроде как, Корнилий говорит, иди ко мне, он говорит, а ему, это, Матфей говорит, а как ты туда пойдешь, ты иудей, тебе запрещено к язычникам заходить. Он не ходил. И только потом ему, якобы, откровение, ну, от Бога мы в Евангелии читаем, то, что Бог отчистил, не считай ничего. Я к тебе скажу. Николай, вот посмотри, вот у нас съемки ведет Володя Пащенко, встань сюда маленько, вот сюда. Вот, теперь, Володя, скажи, твое имя в честь кого названо, кто твой святой? Князь Владимир. Князь Владимир, слышали? Все, пожалуйста, забери свою аппаратуру. Вот оно к тому и сказано, что парень меньше. Вот, и поэтому не удивляйтесь, что он будет выпивать и пить, что у него будет 40 тысяч жен. У этого Владимира? Да, потому что в честь князя Владимира. Ну, какой... Церковь не князя Владимира прославляет. Веробилий. Ему имя в крещении было переименовано, как он назван был? Василий. Василий. А спроси Василия, кто знает равнопостного, никто не знает. Мы, по сути, дело-то лжеправославное, даже у своих православных не знаем-то. И кого прославляют-то? Князя Владимира. Ну, князя Владимира в Пите висели на Руси. И больше ничего не было. У Соломона было сколько жен? 300. 300, если тот належен. А сколько было у князя Владимира, то узнай. В 10 раз больше. Вся Русь под ним была. Это возникнет. Я куда в Силу не приехал, первым делом жену дайте мне на постой. Ну, платили ему. Все. Значит, во имя Владимира кто у нас назван, это все названы в честь язычника. Это нельзя опровергать. Теперь, Александр Невский. А кто такой Александр Невский? Вояка. Воистовый начальник. Мы Александра Невского. Вы его не почитайте, я понятия не имею. Так вы его совсем не признаете. Я перед всеми свидетельствую, что Александра Невского церковь не прославляет. Зачем обо мне спрашивать? А кого она тогда прославляет? А который принял чин. Какое имя принял? Алексей. Вот его мы знаем. А Александр Невский никакого отношения не имеет к канонизации. И люди сегодня этого даже удивляют. Это как храм Александра Невского. Ну, язычники. Они даже этот храм переименовать сегодня же в честь Алексея, бывшего Александром Невским. Он в крещение это имя принял, когда отрекся от этого мира. Я, если назван в честь Игнатия Ростовского чудотворца, то менять ничего не надо. Он митрополит. Он такой был, с детства родился. У него там были свои какие-то отдельные такие нюансы в жизни. Кого он рукоположил, он повелел собрать все эти списки, под голову себе положить. До того интересно, да еще самый строгий ответ за рукоположение отвечать. Игнатия Ростовского чудотворца, которого я назвал, его не хоронили. Он только умер, и сразу гроб поставили в церкви, он встал. А это тоже один такой-то кобыл. Но это спасение никакого значения не имеет, а просто некоторые черты из его биографии. Считай. Именует себя рабом. Раб Иисуса Христа. Раб. Почему раб? Рабство имеет многие виды. Есть рабство по сотворению, о котором говорится. Псалом 118, 91. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Есть также рабство через веру, о котором сказано. Стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Римлянам 6, 17. Наконец, есть рабство по образу жизни. В этом отношении назван рабом Божьим Моисей. Книга Иисуса Новина, 1 глава, 2 стих. Павел раб во всех этих видах. Иисуса Христа. То есть, кого? Иисуса Христа. Предлагает имена Господни от воплощения, восходя снизу вверх. Ибо имена Иисус и Христос, то есть, помазанный, суть имена после воплощения. Как вы говорите, вот понимаешь, торопитесь, считаете. Неужели тебе не подошла на слове раб, надо остановиться. Вот сейчас такие называемые родноверы, русичи и прочие, ну, язычество восстанавливают до князя Владимира. И они, а вы рабы, везде они в эфире, везде. Вы рабы, не рабы. Не раба нету. Будущие сами рабы тленя обещают свободу. А рабы тленя кто? Ты раб тленя, умрешь и я умру. Мы уже рабы тленя. Нам представляется выбор из общего реестра рабов избрать самый подходящий. Не рабов нету. Нету. Они рабы плоти, рабы прихоти, там, может быть, рабы государства, жены, кто угодно. И рабы Божьи, и рабы Христа. Вот теперь, ну, набор, да, ну, допустим, раб. Выбор только в рабах. Ну, 10 тысяч. И выбери, к чему ты хочешь быть раб. Раб прихоти, раб знания, раб пролития крови, раб блудодеяния, раб пьянства. Это рабы пьянства. Раб наркотиков. И, наконец, ты видишь, раб Христов. Я избрал одно рабство. Послушание Христу. Он хозяин, он господин, он зовет, идите, собирайте. И когда хозяин вошел в дом, хозяин вошел, остальные кто? Слуги, виноградники, кто работают? Рабы. Везде так и называется. А как мы? Ну, а люди говорят, а мы не будем, как рабы? Раб-очий. Раб-очий. Ты как разобрать, кто отец-очий, чей? Что ты раб, то уже в самом названии раб-очий говорится. А очи, это может быть очи, сущие на небесах, а может быть там внизу, которому ты подчиняешься, который духовно тебя наставляет, падший с неба херувим. Слово раб включает в себя полную покорность. Я называюсь рабом Христовым, помяни, Господи, раба твоего. Но действительно ли я раб Божий? Вот теперь вопрос дальше навести до конца. И это великое звание, получив от Христа, я работаю ему или нет, или раб плоти. Раб сна, не могу рано встать. Раб своих привычек, все на завтра откладываю и прочее. Чей я раб? Ты перетряси на мелкое, на шинкуль, как говорится, на мелком сити. И ты увидишь, что рабы плоти и рабы Христа это разные люди. Рабы Христа, они только так отвечают. Господи, слушает раб Твой. Слушай, говори, Господи. А если этого нет, а только прослушал и пошел, веры-то нет никакой. Это только думаем, что имеет веру, сидим здесь, разглагольствуем. Ты скажи, мимо рая хочешь промахнуться? Нет. Определенно нет. А как Богу угодить? Исполнять его волю. Волю чью, Господина своего. И когда хозяин встанет, затворит дверь, будете стучать. Отвори нам. Но он скажет, не знаю вас. Страшно. А может, это я там за дверями останусь? Нет. Я каждый день говорю, нет. Господи, что угодно делай мне, не отпущись от Тебя. Я слушаю волю Твою. Вспомни, последний раз, когда ты ночью вставал на молитву. Не просто проснулся тебя, там живот распирает. А Бог понимает тебя. Ангел Господень зовет тебя на соединение с Богом. Нужна в мире, нужна охраняющий порядок этой милиции и полиции. Понимаешь, какое дело? Ты тот сам. Все это к себе примени. И тогда увидишь плохой раб, если даже раб. И вообще раб ли я? Ко мне сразу, а ты как себя считаешь? Никудышный раб. Я не гожий да божий. Я делаю, что могу. Не до конца. Но каждый день, все еще, 73-й год, я пытаюсь совершенствоваться, узнавать. Человеческое счастье, по-чернышевскому, тем больше, чем большему числу людей ты приносишь счастье. А это и во Христе. Почему она-то заповедь говорит? Наконец, даже Павел, когда говорит, возлюби ближнего, даже возлюби Бога не говорит, остается одна заповедь. А почему? В ближнем ты должен увидеть Бога. Его накормили, напоили, меня напоили. Его посетили, меня посетили. То есть в заповеде любви ближнего, теперь вопрос, кто ближний. Все сектанты, еретики, мусульмане, евреи. Вот теперь мы уже на правильной платформе. Мы теперь работаем. Работаем. Чтоб каждая фотокарточка раскрывалась на весь экран. И каждый день все чище работай, все лучше делай. Давай. Раб. Раб мы разобрали. Чей раб? Иисуса Христа. Почему именно такие имена использует апостол Павел? Объясняется. Предлагает имена Господни от воплощения, восходя снизу вверх. Ибо имена Иисус и Христос, то есть помазаны, суть имена после воплощения. Помазан же отнюдь не елеем, но Духом Святым. То есть Христос это помазанный. И помазан он Духом Святым. Который, конечно, без сцени и елея. А что помазание бывает и без елея? Послушай. Не прикасайтесь к помазанным моим. Это у нас Акелина. Акелина звать ее. А вот это кто? Калерия? Полина. Полина. Аполлинария. Вот она какая у нас. Видишь? Вот они где. Подружки-то. А там маленько поменьше вроде бы. Так она на полгода младше. О-о-о. Ну ничего. Потерпи. Смотришь и вырастет. Пожалуйста. То есть в Ветхом Завете уже о помазании разговор шел. Да. Быстро хватай дальше. Не прикасайтесь к помазанным моим. Каково излечение надо бы относить к бывшим до закона, когда не было даже имени помазания посредством елея? Ты понимаешь, что не прикасайтесь. Как ты понимаешь опять? Не прикасайтесь? Ну да. Вот так рукой прикасаться или как? Он говорит, а я не прикасался. Я взял верушек. Я издалека автоматом посек их. И все, я не прикасался. И каймичом. Внушает, говорит, даже одежды. А у меня в ответ говорят, а я, говорит, одежды не касался, почему, а мы оба голые были. Ну правда. Да что это, значит, не попал под заповедь? Ну это же не в буквальном смысле понимать. Не делай вреда. Не делай вреда, да? Ущерба. Да, да, да. Детям моим. Вот от тебя ответ такой. А это можно как? Неправильным мнением, облыжем. Люди как понимают? Ну, не сотвори убийство, не убей. А родители, которые пренебрегаются детьми своими, сын оскорбляет мать, отца, который не досыпают, который выкупает его, где он попадает, он не сокращает им жизнь. Ученики, которые не слушают учителя, доводят его до инфаркта. Он не сокращает его жизнь. Это все убийство. Мы слава, любое слово, расширь его. Только написано, не укради, а я не ворую. Не воруешь? Худой отзыв о добром человеке. Ты его авторитет своровал. Вот все. Без разрешения дочь украл из дома, как грузин настоящий. Увел ее. Без согласия родителей взял ее за себя. Воровство. Притом крупное воровство. Ты, Даша, ты рассуждай, расширь вот это все. Господь говорит, ненавидящий брат, а я щелоку убийца. Так я сидел под одеялом, сидел, да что бы ему повылазило. Убийца. Да там никого не было. Руки чистые, в ванне вымылся. Убийца. В христианстве все имеет расширенный вариант. Да как я на такую красавицу могу не посмотреть-то? А уже в сердце своем там совершалось. Но одно дело посмотреть, а другое дело пожелать. Чтобы вас никого здесь не было и окна занавешат. Вот и все. И уже, говорит, в сердце твоем. Понимаешь, это другая шкала совершенно. И мы должны на нее ориентир, держаться. Так ты в этом виновен? Виновен по уши. Почему Агафон, что бы ему не предлагали, братья, он совсем согласился. Да, и плакал. Я убийца, я блудник. А одно только не принял. Когда братья сказали, ну как его испытать-то? Он все соглашается. Тогда говорит, давайте скажем, ты еретик. Подошли и говорят, а ты еретик. Ну не важно кто там, баптист, адвентист. Он сразу вытер слезы и говорит, нет, братья, никогда не был. Вот это странно. А почему ты там согласился? Он сказал, там ненавидел, там кому-то недобра желал, а он монах. А вот это, говорит, слабость человеческого духа, увлечение плотским, земным. А здесь добровольное влечение ума, отторгнувся от церкви. Сектанты, они этого не понимают. Они вне церкви. Церковь только там есть истина, рукоположенная от апостольских времен, по хератонии апостольства. Вот со мной не соглашаются некоторые старобрядцы. Я говорю, что московская патриархия благодатная. Она имеет рукоположение. Как так? Кто там? Они, никоньяне. Но это мое мнение, ты не считаешь. Теперь с православной беседой. Я говорю, старобрядцы, правильно, это церковь. Как церковь? Да они раскольники. У них правильно там в России идет. Древнеправославная, настоящая церковь. А как вот эти раскольники сейчас, которые за рубежной церкви были, ну, отошли, 13 сейчас уже название. Они все правильные, кого я знаю, все рукоположенные. Епископы переходили туда законно. Ведь вы их признаете, да, а причащаться будете там? Не буду. Потому что я нахожусь здесь. Только поэтому. А католики, церковь, со множеством заблуждений, это настоящая церковь, благодатная. И был бы папа здесь, и нужно встать на колени, поцеловать туфли. Я бы встал и поцеловал. Я его как папу чту, а не тирана, а не инквизитора. Понимаете? Люди не понимают. Так как это понять? У вас какое-то раздвоенное. Почему раздвоенное? У меня расстроенное, не только раздвоенное. Я как гражданин и как христианин. Постоянно. Ты понял меня? И так в любом вопросе. Не просто считай, а применительно к себе слово Божие живо и действенно. А Григория и Армяне, настоящая церковь. Христова церковь. Со своими отклонениями. Они там монофизиты, монофилиты. А мы-то признаем Бога человечества, а не только Бога. Бога человечества. В нем две воли, два естества. Мы православные. Я эти исследовал и скажу, католики кое в чем проверя нас. Вот и все. Я так думаю. Но я исповедую православное вероучение. Символ. Павел, раб Иисуса Христа, призванный. Слово призванный объясняется. Слово это означает смиренно-мудрее, ибо им показывает апостол, что он не сам искал и нашел, но был призван. Апостол. Это слово употребил апостол в отличие от прочих званий, от прочих званных. Ибо все верные призваны, но они призваны для того, только чтобы уверовать, а мне, говорит, вручено еще апостольство, которое верено было и Христу, когда он посылался отцом. То есть он... По-арабски слово апостол переводится расул. Вот расул, гонзета, просул. Чтобы знали. Вот это был расул. Посланный. И когда мы говорим апостол Павел, это значит, он посланный, малый, от Бога. И апостоличность мирян... Это означает, я не священник, но сердце мое горит любовью к людям, я хочу им рассказать о Христе. Это апостоличность мирян. Вот к этому мы должны всех призывать. Вот нас здесь 12 человек, а нас больше здесь. Ян Заталус говорит, признайте, насколько худы мы. Столько в церковь ходят, и город неверующий. А они 12 заквасили весь мир. Но ты признай, что ты настолько худ. Вот скажи, ты находишься сколько в церкви? Кого ты привел в церковь? Сколько человек? Как ты над ними работаешь? Ну по порядку каждый себе скажи. Ты уже в церкви не один день. Сколько ты привел людей? Как привел? Каким методом? Поделись опытом. Покажи этих людей. Но ученик не вышеучитель, ты заранее должен знать. Ученики твои все будут спать долго, я тебе определенно скажу. Определенно. Вот у меня живут со мной мои ученики, все встают рано. И при том, я никого не толкаю. Они сверху как сыпятся с этой, только бы не попасть под них. А не, на плацкартах, на втором, на третьем этаже. Ты понял? Человек дружбу свою направляет так, чтобы друг был похож на него. Ты хочешь, чтобы твои, допустим, друзья, даже ученики, а может быть дети твои духовные, были похожи на тебя. Дома для размышления. А ответ дашь, когда посоветуешься с женой, с тещей. Игорь Игоревич, какое место Писание говорит об автостоличности, Мирян? Восьмая глава, четвертый стих, Деяния апостолов. Этого достаточно. Считай. Открой. Ответ на вскидку. Рассеявшиеся благовествовали слово, да? Да. Считай. Деяния святых апостолов. Восьмая глава, четвертый стих. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Все. А кто такие рассеявшиеся? Апостолы. Ян Ратауз говорит, апостолы все остались на самом трудном участке в Иерусалиме. А рассеявшиеся, это обыкновенные миряне, которых разогнали. И они ходили, не прятались, не скрывались в лесах, не искали подземные пензенские затворы. Они не прятались там где-то с лыковыми вместе-то. А они благовествовали. Это апостолы были, апостоличность мирян. Вот, пожалуйста. Так это, разве, одно место? Апостол, это вера ваша, слава пронеслась по всей Ахае. Значит, это было. Их никто не мог Ахаеать. Они действительно были апостолы. Вот я когда обратился, это было 27 сентября 1962 года в 17.00. Я вечер, мне уже надо идти на корабль, а лоцманский катерок, он меня везет. Вот я только к кораблю пристали, дальше спускается лестница, не трап, лестница. Я по ней избираюсь, и тут борт, борт такой, фальшборт называется. Я перешагнул, первому матросу сразу о Христе сказал. Шагнул дальше, стоит второй, я ему второму сразу сказал о Христе. Я не могу удержаться, и капитану, и всем. А я учусь в училище, в высшем мореходном училище. Меня везде сразу рубить начали. Вчера дали характеристику, какой я активный, член судового комитета, там, профессионалист такой. А на завтра, когда обратился, уже дают. Говорит, не пользуется авторитетом, чуждыми идеями заражен. Все. Тот же самый Фролов, капитан. Тот же самый Задорнов, караван кораблей, который главный. И давит характеристику, буквально через неделю, совершенно другое. Это разные люди. А я не изменился. На это смотреть не надо. Важно подчеркнуть, что вот этот четвертый стих нужно соединить обязательно с первым стихом. Здесь написано. Сам был же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, расселись по разным местам иудеи и самолеи. То есть ходили именно просто уверовавшие, христианами ставшие люди. И они, кроме апостолов, они остались на самом трудном участке войны. Ну, я беру толкование Иоанна Златоуста. А вы это понимаете? Понимаешь ты это умом? А ты на деле это узнай, как было? Свидетельствовал ты или нет? Ну, тут еще момент такой. Характеристики апостола Павла, тут не специально, но, может быть, это так Бог устроил. Характеристика апостола Павла для уверования. Оно даже ужасает чем-то. Вот читаешь, и вот так это если представить, как реально было бы сейчас, кем был Павел. Вот сейчас мы пишем, читаем, какой он стал, как избран. А тут написано один стих, и он уже салит. Сал, а Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Вот представьте, коттеджи, дома наши, где мы живем, и заходит какой-то злодей, какой-нибудь в черном, и вырывает прям мужчин, женщин, выхватывает. И сразу мы там пугаемся, там, ювенальные юстиции, говорят, вот будут гонения, коммунисты. А вот Савл терзал церковь. И вдруг внезапно этот гонитель, убийца, ну, жестокий человек очень, умный и жестокий в отношении христиан, становится вот тем, о ком мы сейчас будем читать. Тебе приходилось такое обвинение в свой адрес, терпеть, что ты ненормальный, тебя проверять надо. Конечно. Ну, было, да, было. Так апостол Павел это претерпел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Так что, если такой адрес, ты скажешь, в этом месте я прошел за апостолом Павлом. Я испытал, как это горько, обидно. Я смотрю на врачей, это дом дураков. Помните, это Никипелов, как описывает. Институт дураков. Не, хорошо, он там сидел. Вот это самое, ты каждое слово думаешь, а я его испытал, это слово. А когда ты испытал, это родное, близкое делается. Потому что это по мне, обо мне. Рассеившиеся ходили благовесы. Вот я приехал, я работаю на корабле. Отец у нас инвалид, воюл, а так руки нету. Я приехал по деревку. Ну, у меня большой отпуск. Называется «Навигационные дни». Там выходных в море нету, но они приписываются тебе. И поэтому отпуск не 12, не 15 дней, а 2 месяца. Ну, я вышел, у меня же выходных-то там нету. Я приехал, помогаю. Из Барнаула приезжает капитан КГБ, обо мне уже сведения есть, чтобы вас духа не было. Вот сегодняшний пещер вас здесь не было, значит мы вас заберем. Я беседовал в Потеряевке. Я говорю, как я уеду? Я отцу. Они к отцу сразу. Он вам нужен дом? Отец говорит, как не нужен-то. За зиму скотина столько навоза. А он, я на тележке накладу и тележкой его вожу. Так он через 2 дня вывезет? Не знаю. Как вывезет навоз? За навоз засыпились, чтобы сразу духа его здесь не было. Рассеявшись, заходили, благовествовали. Уж помочь сюда не могли. Понятно? Сеялка сеется в поле. Приходит кто-то заведующий и говорит, вы не могли бы на сеялке? А там на сеялке, когда там пылища ужасная. На одной сеялке я, на другой брат Аким. И там еще один был какой-то. И нас в сеялке с поля обоих сняли, чтобы духа вашего здесь не было. Как гоняли. Сеялки в посевную остановили агрегат, неважно, но чтобы вас не было. Я живой, а их никого уже нету. Никого. Меня прокурор, который судил, он даже не дождался меня, когда я освобожусь. Следователь умер, ему даже 50 лет было, не было. Ты же знаешь его курьята? Вот она его знает. В общем-то, я на него обид не имею, но он умер. От какого-то гайморита? Нет, он вообще-то был болезненный. Встретился товарищ его ко мне, который его знает. И что он, этот курьят Владимир Кузьмич говорил обо мне перед смертью. И он мне все рассказал. Долго беседовали. Он у меня спрашивал. Он все в таком же пальто ходит? Я говорю, да, в том же пальто. А с чем спрашивали? Мы с ним в лесу когда гуляли, с ним встретились. Он неплохой был для меня следователь. Я лучше его даже не желал. Он следователь в КГБ был или в МВД? Он в прокуратуре. А, прокурор следователь. Городская, краевая прокуратура. Курьят Владимир Кузьмич. Ну, люди всегда, все заключенные обижаются. Я не обижаюсь. Я не обижаюсь на него. Он делал свою работу, а я свою. Интересно, что Сысоев, ему вопрос задали, а он говорит, а что вы ко мне привязываетесь? Ну, 10 лет я в одном ходил в плаще. Мне он удобен. Ну, порвался. Ну, тогда я уже новый купил. Вот почему так все к одежде при этом, к этому пальто. Сысоеву, что-то в плаще 10-й год ходишь в одном и том же. Да, это не в этом дело. Дело в том, что чем-то человек выделяется, он не знает, на что обратить внимание. А внешне оно как-то, ну, понятно. Считай. Если нет внутреннего содержания, то интересно только внешне. Да. Выцикливаются на этом почему-то. Вот всегда начинают спрашивать, даже в интернете, а вы женаты? А там написано, жена в анкете. А сколько у вас детей? А это ваши дети рядом сидят? А как вы живете? Ну, это у колодца, кумушки только спрашивают. А какой вы веры? А вы действительно там в патриархии относитесь? Ну, там же сказано, епископ, ептихий, домодедовский. Ну, читай, в анкете-то написано. Векарный патриарх Кирилла. Ну, не может быть он векарный и быть католиком или ваптистом-то. Ну, совершенно народ ничего не понимает. И вот постоянно спрашивают. Я с кем-то знаю, даже в личном общении я не спрашиваю человека, какой он верный. Ни разу не спросил, даже не помню такого. А почему? А я в разговоре пойму, кто он такой. Я буду подводить, он будет себя показывать. Избрана благовестию Божию. То есть, выбрана к служению благовестия. Вот этого вот не может сказать ни один священник, ни один патриарх за всю историю. Избрана благовестия. Службу, службу. Узнать, как развернуться, когда покадить, когда выходить, когда святение, когда Евангелие. Да еще как пробубнить. Никто ничего не понимает. К благовестию. Вот когда вот это будет во голову поставлено, тогда будет преображение в церкви. Не день преображения, а в церкви, душ. Без этого никак нельзя. Сектанты призваны к благовестию. Но кем они призваны? Продолжение следует.